Взаимовыгодное сотрудничество, имя которому один пояс, один путь Взаимовыгодное сотрудничество, имя которому один пояс, один путь Фото Лихуэй, чрезвычайный и полномочный посол КНРВРФ Все статьи автора Из номера 033 за 17 мая 2019 год опубликована полночь 58 17 мая 2019 год Версия для печати отправить по почте Форум стал масштабным международным заседанием Второй форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь» успешно прошел с 25 по 27 апреля в Пекине 38 руководителей стран и глав правительств, включая лидера КНР, а также генеральный секретарь ООН и президент Международного валютного фонда приняли участие в мероприятиях форума Свыше 6000 иностранных гостей из 150 стран и 92 международных организаций собрались в Пекине вокруг основной темы совместно строить один пояс, один путь, открыть прекрасное будущее Совместно обсудили меры по сотрудничеству и планы продвижения к прекрасному будущему Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в церемонии открытия форума и выступил с программной речью Председательствовал на заседании круглого стола на высшем уровне, провел двустороннюю встречу с лидерами разных стран На этом форуме китайский лидер официально заявил о китайских более динамичных мерах по проведению реформ и открытости, продемонстрировал китайскую решимость стремиться к взаимной выгоде и общему выигрышу Китай будет усиленно продвигать сотрудничество в деле совместного строительства одного пояса, одного пути, способствовать развитию мировой экономики В рамках форума было подписано 283 документа по шести главным направлениям, заключенные соглашения на общую сумму свыше 64 миллиардов долларов США Это дало более прагматичный сигнал, продемонстрировало более твердую цель, открыло новый этап высококачественного совместного строительства одного пояса, одного пути Будучи важнейшим китайским дипломатическим мероприятием в этом году, форум стал масштабным международным заседанием Это не случайно Продвижением инициативы «Один пояс, один путь» китайская сторона, согласно принципам совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования плодов, всеобъемлююще стимулирует согласование политических установок, взаимосвязанность инфраструктуры, беспрепятственную торговлю, свободное обращение капитала и духовное сближение народов Китай придает новую движущую силу росту мировой экономики, создает новую платформу для международного сотрудничества, расширяет новую практику для совершенствования управления глобальной экономикой и вносит новый вклад в создание сообщества с единой с судьбой человечества До сих пор 127 стран и 29 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс, один путь» Во время проведения этого форума страны-участницы и международные организации подписали с Китаем более 100 многосторонних документов о сотрудничестве в сферах транспорта, налогообложения, торговли, аудита, науки и техники, культуры, аналитики, СМИ и Т. Д. Некоторые страны и международные финансовые учреждения подписали с Китаем документы о сотрудничестве на рынках третьих стран Объем товарной торговли между Китаем и странами вдоль одного пояса, одного пути превысил 6 ТРЛН долларов США Его ежегодный средний прирост выше, чем прирост китайской внешней торговли в тот же период Количество отправленных железнодорожных рейсов в Китай и Европа в итоге превысило 14 тысяч В основном реализован принцип отправления одного и возвращения одного, составы достигли 50 городов в 15 зарубежных стран Бурно развивается сотрудничество в сфере электронной коммерции и шелкового пути Китай и 17 стран создали механизм двустороннего сотрудничества в электронной торговле Операции трансграничной платежной системы Жень Миньби охватывают почти 40 стран и районов вдоль одного пояса, одного пути В последние два года реализованы все 279 конкретных договоренностей 76 проектов по пяти направлениям, достигнутые на первом форуме Все это демонстрирует, что один пояс, один путь становится общим путем возможностей и расцвета разных стран Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя принял участие в форуме В интервью газете Жень Миньжи Бао он отметил, наши китайские друзья творчески подходят к вопросам продвижения международного экономического сотрудничества Стремятся внести вклад в укрепление взаимосвязанностей и обеспечения устойчивого развития на всем пространстве Евразии Выступая на форуме, он заявил, что в планы ЕАЭС полностью вписывается идея председателя КНР Си Цзиньпина о сопряжении китайской инициативы «Один пояс – один путь» с другими интеграционными объединениями Во время форума председатель Си Цзиньпин провел первую в 2019 году встречу с президентом России Владимиром Путиным которое состоялось в пекинской гостинице «Дружба» Они совместно разработали план будущего развития отношений между двумя странами продолжая глубокую дружбу между народами двух стран, передающуюся из поколения в поколение Председатель Си Цзиньпин отметил, что за 70 лет отношения между двумя странами, невзирая ни на что, упорно продвигались вперед Став междержавными отношениями с высочайшей степенью взаимного доверия, с самым высоким уровнем взаимодействия и с максимальным стратегическим значением Президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие развиваются по всем направлениям Наше сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и стало примером того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире Более того, Китай специально подготовил президенту России Владимиру Путину и российскому народу два особенных подарка Один из них университет Цинхуа вручил Владимиру Путину диплом почетного доктора университета, среди выпускников которого председатель Си Цзиньпин На церемонии главы двух стран совместно выразили пожелания китайским и российским молодым людям, чтобы они внесли свою мудрость и силы в вечную дружбу между Китаем и Россией, а также в развитие своей страны Второй подарок Китай преподнесет России двух больших панд, чтобы проводить совместные исследования Послучая 70-летие со дня установления дипотношений между Китаем и Россией крупные результаты Достигнутые в ходе первой в 2019 году встречи двух лидеров олицетворяют глубокую дружбу между двумя странами, главами и народами двух стран А также показывают высокий уровень и особенность китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства В этом году председатель Си Цзиньпин прибудет в Россию с государственным визитом Тесные контакты на высоком уровне способствуют благоприятному развитию двух стран Верю, что под руководством глав двух стран сопряжение одного пояса, одного пути с ЕАЭС принесет еще более богатые плоды Будут углубляться и развиваться китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, основа которых – Китай и Россия партнеры, а не союзники Традиционная дружба между Китаем и Россией, ядро которой близкий сосед лучше дальней родни, станет более глубокой и близкой Она приносит большую пользу двум странам и народам двух стран, а также вносит большой вклад в развитие региона и мир во всем мире Продолжение следует...